Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Израильский премьер-министр Нафтали Беннетт возвращается из Соединенных Штатов и говорит, что все цели, которые были поставлены израильским правительством в ходе этого его визита, достигнут. Это действительно очень важный визит. Первый визит нового премьер-министра Израиля для встречи с новым президентом Соединенных Штатов. У предыдущих премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа были особые личные отношения, которые к тому же были связаны с теми особыми симпатиями, которые Дональд Трамп питал к Израилю. Отсюда и реальные опасения. А как будет относиться к Израилю новый американский президент, который хоть и хорошо знает израильскую политику и израильских политиков, все же лишен того сентимента, который был у Дональда Трампа? И как будут воспринимать в Вашингтоне нового израильского премьер-министра, который возглавляет шаткое коалиционное правительство? Это первое такое правительство без Нетаньяху чуть ли не за несколько десятилетий. Но оказалось, что и для Джозефа Байдена, и для Нафтали Беннета очень важно показать, что они могут сработаться между собой. Важно и для израильской, и для американской политики. Признаком этого стала продленная встреча между президентом Соединенных Штатов и премьер-министром Израиля. Кстати, о времени этой встречи нужно сказать отдельно для всех, кто ожидает каких-либо подробных переговоров своих лидеров с американским президентом. Вот, например, на днях в американскую столицу отправится украинский президент Владимир Зеленский. И все задают вопросы, а какими же будут результаты его переговоров с Джозефом Байденом? Так вот, встреча премьер-министра Израиля, а Израиль это один из самых важных союзников Соединенных Штатов, с президентом Соединенных Штатов, была запланирована на 20 минут. А продолжалось 50 минут, и премьер-министр Израиля с президентом Соединенных Штатов даже успели выпить кофе. Это считается чуть ли не огромным достижением нового израильского премьер-министра. Знаком того, что ему удалось установить особое личное отношение с президентом Соединенных Штатов, и что Джозеф Байден посвятил ему больше времени, чем планировалось. И теперь вот эта чашка кофе станет мерилом всех последующих переговоров американского президента. Будет ли он разговаривать со своими гостями в Белом Дове дольше, чем с Беннетом, или все же меньше? Или просто запланированное на несколько минут время? И возникает, конечно, очень важный вопрос. А чего можно реально достичь за такой короткий интервал переговоров с президентом Соединенных Штатов? Но можно достичь, как это показал Нафтали Беннет, хотя бы заверений в том, что Соединенные Штаты остаются традиционным союзником для Израиля. И демонстрации заинтересованности в сотрудничестве с Израилем, что еще более важно, на фоне того, что сейчас Соединенные Штаты озабочены не столько Израилем или другими странами мира, сколько кризисам в Афганистане, которые после вывода американских войск, успехов движения «Талибан» и начала террористических актов исламского государства только углубляется. И именно поэтому, кстати говоря, президенту Байдену пришлось перенести встречу с премьер-министром Беннетом на целые сутки, что тоже совершенно небывалая история в дипломатической практике. Еще одна важная тема для американско-израильских консультаций – это Иран. Президент Джозеф Байден заявил, что он никогда не позволит, чтобы Иран получил ядерное оружие. Но опять-таки в Израиле относятся к этим заявлениям с недоверием. С одной стороны, конечно, хотелось бы, чтобы это было так, а с другой стороны, это примерно такая же история, как с «Северным потоком-2», сделкой президента США и федерального канцеля Германии. Необходимо понять, какими будут конкретные реальные действия Соединенных Штатов. Ведь если Соединенные Штаты вернутся к ядерной сделке с Ираном, нет никаких гарантий, что в результате этой ядерной сделки Иран все же получит возможность для создания собственной атомной бумбы, и тогда разговаривать с ним будут уже совсем иначе, чем сегодня. Но все это вопрос будущего, который составляет особую израильскую озабоченность и требует постоянных интенсивных консультаций с Соединенными Штатами. Как известно, одним из главных противников сохранения ядерной сделки с Ираном был как раз бывший премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. И он же уговорил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, среди, разумеется, и других родителей, которые были ведущие чиновники американской администрации, выйти из этой ядерной сделки. А теперь Джозеф Байден хочет к этой сделке возвратиться. Но неясно, насколько реально такое возвращение на фоне усиления консервативных настроений в самом Иране после последних президентских выборов. Так что ясно, что главная тема переговоров между Израилем и Соединенными Штатами во время пребывания Рафтали Беннета в американской столице была как раз история с возвращением к ядерной сделке с Ираном. И это не только переговоры с Джозефом Байденом, но и переговоры с влиятельными представителями американской администрации, которые составили основное время этого визита. Ну и очень важный тезис, который нужно помнить каждому, кто хочет строить доверительные отношения с Соединенными Штатами, который высказал израильский премьер-министр на этой встрече с американским президентом. Израиль не требует, чтобы его защищали Соединенные Штаты Америки. Израиль считает, что он способен защитить сам себя и будет работать для этого, будет вырабатывать все необходимые меры с точки зрения безопасности, укрепления собственных вооруженных сил, укрепления собственной обороноспособности и так далее и тому подобное. Это главное, чего хотят слышать американцы от собственных стратегических союзников, что они способны к самозащите, что для защиты от возможных опасностей, от возможной агрессии им нужны не американские солдаты, а американская поддержка как стратегического союзника. И когда премьер-министр Израиля говорит о том, что при этом Израиль будет в своих действиях координировать свою политику с Соединенными Штатами, то это и означает совершенно понятный и конкретный курс, изложенный к тому же человеком, который, как и его предшественник, служил в армии обороны Израиля и не понаслышке знает, что такое оборона собственной страны от опасности. Самим защищаться и одновременно координировать свои действия с союзниками. Это как раз секрет тех особых отношений, которые есть у Соединенных Штатов и у государства Израиля. Вот к этому примеру как раз стоит прислушиваться тем, кто думает, как же выстраивать эти отношения в других регионах мира. Ну и очевидно, что для израильской политики как таковой, об этом пишут многочисленные израильские комментаторы в связи с прошедшим визитом, факт встречи Беннета и Байдена – это еще источник дополнительной легитимности для нынешнего израильского правительства. Потому что сама власть без многолетнего премьер-министра Нетаньяху, к тому же не основанная на главной роли одной из политических партий в правительстве, вызывает вопросы, а насколько с таким правительством вообще хотят считаться в окружающем мире. Не думают ли в тех же Соединенных Штатов, что это временный кабинет, и вскоре состоятся очередные и внеочередные выборы, и власть вновь сменится, а может быть к власти вновь придет бывший премьер-министр. То, что президент Соединенных Штатов разговаривает с премьер-министром Израиля, это, конечно, можно назвать дополнительной демонстрацией того, что Соединенные Штаты относятся к новому израильскому правительству и новому израильскому премьер-министру с уважением и рассчитывают на долговременные контакты между нынешней американской администрацией и кабинетом министра Израиля. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи!